Дом, который поселил счастье в сердцах многих людей, несмотря на то, что они еще не вошли в него. Дом, который невозможно сравнить ни с одним из домов, известных нам сегодня. Дом, который есть в каждом языке и во всех диалектах. Дом, заставляющий замереть, и значимость которого невозможно описать. Это дом, который заставил улыбаться некоторых людей в самых изнурительных и печальных обстоятельствах. Даже просто задуматься об этом доме, этого уже достаточно для того, чтобы снять бремя с обремененных. И этого достаточно, чтобы сменить печаль из сердец печалящихся на счастье и тесноту в ощущение простора. Этого достаточно, чтобы освободить любого человека из оков бремени, стресса, депрессии и внутреннего упадка. Когда они окажутся у рая, там будут величественные врата, но врата эти будут закрыты. И посланник, алей-иссаляту ассалям, подойдет вперед, чтобы попросить, чтобы открыли врата. Тогда привратник скажет «Кто ты?» И он ответит «Мухаммад, посланник Аллаха». Так какая же это великая честь, что ты из его общины? Этот ангел скажет «Мне было велено, чтобы я не открывал эти врата абсолютно никому до тебя. Там не будет пота, неприятных запахов, не нужно будет принимать ванну, никто не будет стареть, никто не будет уставать. Там не будет плохих слов, никто не должен будет работать там. Ни за что не нужно будет платить. Рай – значит, все, что ты мог себе только представить в жизни, все, чего ты желал, тебе будет даровано там, но на самом высшем уровне. Все будут жить вечно, и будет только мирная речь. Если ты – мой сосед, и мы все вместе в раю, то я приду в твой дворец, и мы будем там отдыхать. Чем же еще может быть рай, кроме как не тем, что, чего люди желали больше всего в этой жизни и не могли иметь, они обретут именно в раю. Когда наступит день и закончится отчет, и будут завершены испытания, трудности и бедствия, праведные направятся к своим сокровищам в раю. И те, кто жили с богобоязненностью и Аллахом в сердце, направятся к своим сокровищам в раю, и направятся они туда группами, а когда вы взглянете на них, вы увидите счастье на их лицах, лучезарные лица, светящиеся от счастья, счастье от благих вестей о том, что, хвала Аллаху, я у дверей рая. Передается от Убны ибнагазваны, что он сказал, «Клянусь Аллахом, что расстояние между двумя вратами из врат рая равно расстоянию путешествия в 40 лет». Он говорит, «Тем не менее, придет день, когда эти врата будут отворены для огромного потока людей. Представьте их лица, как они идут к своей награде». Сказано, что у первой группы людей, входящих в рай, лица будут, как луна в полнолуне, светящиеся, светлые. И далее он говорит, «Следующая группа людей, которые войдут в рай, их лица будут, как самые яркие планеты, которые вы можете видеть на небосклоне этого мира. Светящиеся, довольные, радостные, таковы будут их лица. И они направляются к вратам рая, которые открылись только что. Спросят, кто там? Он скажет, я Мухаммад, сын Абдуллы. Ангел скажет, «Мне было велено Аллахом, чтобы я не открывал врата рая никому до тебя». И вот врата эти открываются, и обитатели рая направляются к вратам рая толпами, группами, в больших количествах. Затем врата рая откроются полностью, и стражи этих врат скажут тем, кто проходит через них. «Мир вам!» «Поздравляем! Вы сделали все хорошо. Поэтому входите, входите. Вы увидите внутри него то, что не видели глаза, о чем не слышали уши, и то, что человек не мог даже себе представить. Если вы спросите о почве и песке рая, то они словно миск и шафран. Если же вы спросите о верхних просторах рая, то это трон милосердного. Если вы спросите о поверхности рая, то это чистейший миск. Если вы спросите о камнях рая, то это алмазы, изумруды и рубины. Представляете, рай полон всем этим. Как вы думаете, братья и сестры, что волнует обитателей рая? Как вы думаете, что их беспокоит? Страх вот в чем. Покину ли я это место? Это сон? Заболею ли я снова? Придется ли мне умереть снова? Буду ли я изгнанным? И внезапно провозгласят. О, обитатели рая, вам будет дарована жизнь, после которой вы не умрете никогда. Вам будет даровано крепкое здоровье, после чего вы никогда не заболеете. Вам будет дарована молодость, после которой вы не постареете никогда. И вам будут дарованы удовольствия и наслаждения, после которых вы никогда не испытаете печаль. Посланник Аллаху алейхиссаляту ассалям говорит В раю будут специальные лавки, которые Аллах подготовил для уверовавших Сделаны они будут из одной целой жемчужины, которая тянется на сто километров ввысь в небо Что же тогда говорить о домах в раю? Что же тогда говорить о дворцах рая? Если вы спросите о райском вине и молоке, о райской воде и меде То ответом на эти вопросы является лишь одно слово Бутылки? Нет Сосуды? Нет Ящики? Нет Это слово анхар Реки Именно с такими объемами вы будете иметь дело в раю В раю такие реки, вкус воды которых никогда не портится И реки из молока никогда не портятся в раю А реки из вина такие сладкие и приятные для тех, кто их пьет В них нет вредного воздействия, и они не опьяняют людей Оно белое и будет дано пить из запечатанного вина Последним глотком которого будет миск И реки чистейшего меда И он говорит, что райские реки текут над поверхностью земли Внутри и вокруг райских лавок Если вы спросите о райских деревьях, то это еще одна изумительная тема Пророк сказал Все стебли всех деревьев в раю сделаны из чистого золота Эти деревья необычные, так как они дают не только плоды, причем зимой и летом Но они также производят одеяние обитателей рая Абдулла ибн Аббас говорит Если кто-либо из обитателей рая возжелает фрукт, висящий над ним То эта ветка автоматически спустится к нему Чтобы он взял этот фрукт и вкусил его, как пожелает Если вы спросите о райском меню То там имеется абсолютно любой вид фруктов, который вы пожелаете И любой вид мяса, который захотите О Аллах Будет провозглашено Ешьте и пейте, как пожелаете За то добро, которое вы совершили Если вы спросите о женщинах рая Позвольте мне, братья и сестры Постараться описать хотя бы совсем чуть-чуть Тот начальный момент, когда вы встретите такого человека Когда одной лишь улыбки такой женщины будет достаточно Чтобы осветить все сады рая Можете ли вы себе представить тот поток эмоций Когда увидите такого человека, приближающегося к вам в раю Братья мои, она придет и будет вам петь Мы благочестивые женщины, сотворенные для благочестивых мужчин И мы смотрим с удовольствием Что еще эти женщины скажут? Они скажут Мы вечные Мы чистые И мы прекрасные Какими словами нам описать ее, кроме как с теми, которыми их описал Всевышний Аллах? Бурья И пользуясь возможностью, прежде всего хотел бы обратиться к сестрам по вере в ислам В раю не будет болезненных ощущений Там не будет озлобленности, злобы, не будет зависти Не будет там зла и ненависти В раю не будет сплетен и злословия Все эти качества злонравия будут выброшены у ворот рая До того, как вы войдете в него Имам Аль-Куртуби передает в своем сборнике комментариев, что наша мать Аиша, да будет довольна ей Аллах Передает, что женщины рая, то есть женщины, которые заслужили свое место там Они скажут гурьям в раю Мы женщины, которые молились, а вы никогда не молились Мы женщины, которые постились ради Аллаха, а вы никогда не постились Мы женщины, которые раздавали милостыню ради Аллаха, а вы никогда не раздавали милостыню И мы совершали омовение перед молитвой, а вы его никогда не совершали Наша Матайша говорит Поэтому наши аргументы будут гораздо сильнее, чем их Затем наступит день Ты в раю наслаждаясь его прелестями И призывающий вас зовет О, обитатели рая, ваш Господь желает встречи с вами Так что поспешите к своему Господу Так они придут, и для них будет приготовлен транспорт Роллс-Ройс рая Они взберутся на них и отправятся на встречу со своим Господом Затем они достигнут бескрайнюю открытую долину Где будут находиться трон и курси Аллаха Там они обнаружат станции Некоторые будут садиться на этих станциях на транспорт, созданный из света Один из жемчугов, другие из драгоценностей, из золота и серебра На самом же низком уровне в тот день будут те, кто сядут на подушки из миска Глашатая вас зовет Я Ахляль Джанна, о люди рая Есть обещание, которое Аллах дал вам, и Он желает его исполнить Тогда обитатели рая взглянут друг на друга и скажут Что это за обещание такое? Разве Он не сделал наши лица сияющими? Разве Он не позволил нам перейти через ад и войти в рай? Разве Он не заменил наши злодеяния благодеяниями? Пока же они будут обсуждать все это, им явится свет Весь рай будет заполненным Они посмотрят и будут лицезреть лик своего Господа Пречист Творец Можете ли вы представить себе такую честь? Аллах Свят Он Велик скажет О обитатели рая, мир вам Тогда они скажут О Аллах, ты есть мир От тебя исходит мир Благословен ты, возвышен и величественен ты И Аллах Свят Он Велик скажет Только представьте эту честь Где мои рабы, которые поклонялись мне и повиновались Никогда не видя меня? Они никогда не видели меня Им просто было сказано уверовать И они сказали Мы веруем в нашего Господа Где те, которые уверовали в меня И повиновались, никогда при этом не видев меня? Люди скажут О наш Господь Мы довольны тобой Будь и ты доволен нами И Аллах скажет Если бы я не был доволен вами То не позволил бы вам находиться в моем раю Так что просите о чем-либо еще Так как этот день нечто большего Тогда все, объединившись в раю, скажут О Господь, яви нам свой лик Мы желаем лицезреть его И тогда Аллах велит преграде сойти Свет будет освещать их И этим светом будет наполнен весь рай Когда же они взглянут на этот свет То поймут, что это Аллах Великий и Всевышний Он удалит преграду между собой и своими рабами И тогда они будут лицезреть Творца Красоты Своими собственными глазами Они будут продолжать пристально смотреть Забыв обо всех благах, дарованных им Аллахом в раю Пока Аллах снова не вернет обратно преграду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова